Зима, она стала неожиданной и стала проблемой не только для автомобилистов. Коммунальные службы не справляются ни с дорожным полотном, ни с тротуарами. А пешеходы, в свою очередь, ежедневно рискуют здоровьем, наступая на скользкий лед. Люди с трудом перемещаются по ровной зеркальной поверхности заледеневшего асфальта, пытаются ютиться ближе к заборам или наоборот к проезжей части. К ней, как никак, грязь налетает и снег, и чуть менее скользко. Зима пришла очень неожиданно, и поэтому тут не только на остановке. И дворы не убираются, так что тут не удивляться, пока нечем. Наладится, все наладится. Вчера вот у рынка мужчина сломал ногу, вызвали скорую, его увезли. Это из-за гололеда? Да, 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 на гололеду он упал. Хорошо, так же, как вы, потихоньку смотрю под ноги, чтобы не упасть. Между тем, ситуация сохраняется уже несколько дней, а каких-либо действий со стороны уполномоченных структур нет. Придворовые территории – дело управляющих компаний. Прошедшие снегопады стали испытанием и для управляющих компаний. Уборка придворовых территорий – это важнейшая деятельность. К сожалению, с ней справляются не все управляющие компании. В частности, из 76 управляющих компаний города далеко не все обладают необходимой техникой для уборки дворовой территории от снега. Мы провели анализ, установили, что из более чем 1100 дворников, которые есть в штате управляющих компаний, к сожалению, есть и мертвые души. Поэтому численность дворников в городе не соответствует тем цифрам, которые заявлены управляющими компаниями. За тротуары отвечает Дирекция благоустройства города. И, как показывает практика, отвечает не очень-то ответственно. Хотя все необходимое для того, чтобы обеспечить комфорт пешеходам, в городе есть. Основная проблема уборки тротуаров в городе – это отсутствие специализированной малогабаритной техники, которая позволяет нам должным образом содержать тротуары. В частности, нам необходимо как минимум 10 мини-тракторов для того, чтобы осуществлять содержание тротуаров, по крайней мере, в центральной части города. По поручению исполняющего обязанности главы администрации города Рязани Сергеевича Карабасова, мы предпринимаем меры для того, чтобы в ближайшее время закупить необходимое количество малогабаритной техники. По информации Управления благоустройства города, в связи с выпадением обильных осадков в Рязани начались работы по уборке от снега улиц, общественных пространств, проезжей части автомобильных дорог, территорий, прилегающих к муниципальным образовательным учреждениям и дворовых территорий областного центра. С целью предупреждения аварийности, проезжая часть дорог Рязани на опасных участках обрабатывается песко-соляной смесью, которую также используют как противогололедное средство на тротуарах. По данным Дирекции благоустройства города, за прошедшие дни было использовано более 500 кубометров такой смеси, а всего на зимний период 2017-2018 года заготовлено 25 тысяч кубометров песко-соляной смеси. О случаях ненадлежащего исполнения управляющими компаниями требований к уборке придомовых территорий граждане могут сообщить по телефону круглосуточной горячей линии управления энергетики и ЖКХ 44 79 15.